Молосатые ткани в начале 20 века были очень актуальны. И вот это пиджаки, но все равно женственные элементы. Шляпы, валаны и ковбойские элементы – это стиль начала 20 века. Его решил использовать в своей новой коллекции грузинский дизайнер Джордж Шагашвили. По словам Кутюрье, черный цвет – его визитная карточка. Но в этот раз он добавил немного красного. Все потому, что вдохновился судьбой Эмили Дэвисон. Она боролась за права женщин и трагически погибла. Я внес в мою коллекцию красный цвет, как символ смерти и крови, который помог женщинам добиться своим правом. Символический характер – это аксессуары, которые подчеркивают эту тематику дерби, тоже присутствуют в коллекциях. Свои коллекции представляют дизайнеры на Уральской неделе моды. Сюда съехались представители фэшн-индустрии со всей России и соседних стран. Речь не идет о высокой моде, скорее – прет-а-порте. Поэтому модельеры признаются – в первую очередь всегда ориентируются на людей, а не на модные тенденции или собственные амбиции. Я не люблю моду, поскольку считаю, что мода – это изначально труп, который будет через полгода, год. Я люблю стиль. И я бы хотел показать сегодня стильные вещи, которые, ну, достойные, я думаю. Это карамелька, это светло на наших пасмурных, не очень солнечных улицах. Перед тем, как модель появится на подиуме, несколько часов придется провести в зоне бэкстейдж. Чтобы образ сложился, надеть костюм недостаточно. Важна каждая деталь – макияж, прическа, аксессуары. Причем работать приходится в авральном режиме. Ведь одна девушка может участвовать сразу в нескольких показах. А значит, менять образ придется оперативно. За достаточно короткий промежуток времени должны успеть поменять либо прическу, либо губы перекрасить. Сегодня у нас будут синие губы, и потом буквально за пару минут мы должны синие губы сделать красные. Удивлять собираются не только экстравагантными образами. Некоторые дизайнеры из своего показа устраивают настоящее шоу. Неделя моды в Екатеринбурге проходит с 2014 года. В этом году впервые решили объединить сразу два фэшн-мероприятия. Поэтому помимо дизайнерских показов есть и деловая программа. Тут же проходит Евразийский форум моды. Уже не хочется быть в некой такой провинции. И хочется, на самом деле, чтобы наши уральские бренды выходили на российский уровень, звучали гордо, позиционировались достаточно на высоком уровне и выходили на зарубежный уровень. Уже возникла идея открыть в Екатеринбурге центр по дизайну легкой промышленности. Что же касается актуальных в этом сезоне образов, то в моду возвращается стиль Жаклин Кеннеди. А если в гардеробе найдется картуз или одежда с принтом в виде стихов Пушкина, то вы точно окажетесь в тренде. Дарья Трофимова, НТР-ТВ